Дорогие друзья, наша серия встреч с судьями по поводу 12-й выставки Национального союза постелистов, наш летний онлайн-проект. Интересная большая выставка, а серию разговоров с судьями мы делаем для того, чтобы вы получили гораздо более объемное мнение о ваших работах. Какие-то работы отмечает один судья, какие-то другой. И где-то мы пересекаемся, и вы получаете больше информации и более объективную картину, когда мнение нескольких художников. И с нами Мария Павлова, известный художник, иллюстратор, выпускница Академии художеств, художник с педагогическим опытом, наш судья. Мария, приветствую. И расскажите, пожалуйста, о вашем судействе, о ваших впечатлениях об этой выставке. Добрый день, Влад. Добрый день, дорогие участники этой выставки и все зрители, кто нас смотрит сегодня. Да, я действительно отсмотрела почти 300 работ, и это был, конечно, очень непростой опыт во всех смыслах, потому что работы все очень-очень разные. И я старалась отодвинуть свое академическое образование в сторону и слушать больше сердца, больше стараться именно прочувствовать работы. Очень хорошо, что у нас была почти неделя на выбор работ, то есть нам дали время с запасом. И я каждый день заходила и просматривала, 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 потому что бывает так, что все мои люди живые, в один день одно настроение, в другой день другое. И, конечно же, услышать каждую работу, постараться разобрать, увидеть все тонкости, это было непросто. Но, тем не менее, я отметила 10 работ, которые мне очень понравились. Они, каждая из них по-своему, конечно, хороша, и зацепили определенные вещи. Но я думаю, мы сейчас это обсудим, когда будем просматривать. А так, я очень хотела сказать, что понравилось, что работы были разные, и были взяты сложные темы, сложные сюжеты. Не просто какие-то, скажем так, созерцательные вещи, но еще и со смыслом, с какими-то идеями. И это, конечно, было очень приятно рассматривать, потому что всегда, когда сложные работы, когда не просто какие-то, скажем так, повествовательные вещи, это интересно. Да, и сейчас мы посмотрим выбор Марии, посмотрим работы, которые ей понравились. И хочется поблагодарить и участников выставки, и наших друзей-партнеров, без которых эта выставка не была бы, и вообще наша деятельность Союза пастелистов не была бы возможна. Наши партнеры, завод с художественных красок «Невская палитра», радующая нас пастелью, мастер-класс и соусами, и мастихинами для пастели, их новинкой. Вот. Компания «Гамма», наш постоянный давний партнер с линейкой «Новой пастели», замечательно, очень высокого качества, которое развивается, и которое совместно с художниками нашего Союза пастелистов создавалось при участии, что очень приятно. Компания «Макс Гудз» с новенькими скетчбуками для тех, кто любит делать наброски, всегда радует. «Эрсбери» – компания, тоже выпускающая, кроме замечательной пастели, выпускающая единственные на нашем рынке грунты для пастели. Полупрозрачный грунт и черный грунт – это большое подспорье, конечно, для нас, для всех наших художников. Мастерская «Арт-Лайф Хак» с материалами для Пленера, тоже которые есть у многих наших художников. Компания «МПМ», представляющая новые бренды «Скетчмаркер», «Финанола», «Дмастер» – тоже наш постоянный партнер. И, конечно, «Филогрупп», представляющая марку бумаги «Консоны» и марку «Лира» с карандашами. Вот, тоже наш постоянный партнер, всем им мы очень благодарны. Вот, и давайте перейдем теперь к самому интересному в этом эфире, к выбору работ Марии Павловой. Итак. И работа без светских масок Екатерины Погожевой. Да, сразу могу сказать, что эта работа просто не оставила меня равнодушной, я не смогла пройти мимо. Мало того, что я очень люблю котов, здесь еще и очень интересный позиционный ход. Вот, Екатерина выбрала белый фон и контрастное такое вот это пятно, черное, интересное расположила. Ну и, конечно, такая композиционная, скажем так, в хорошем смысле, да, вот в лоб, по центру кот. Но вот этот взгляд, который слева, он так притягивает, так цепляет и так хорошо передана. Именно вот и шерсть материально сделана, при этом, да, ничего не, ну, скажем так, не ушел человек в декоративность, с одной стороны. А с другой стороны, вот эта вот цельность, какая-то идея и вот это вот прямо такой вот контраст. Здорово очень. Мне прямо работа очень понравилась. Да, эта работа, мимо нее нельзя пройти, не заметив. Прекрасное живописное решение, сколько оттенков черного, холодных, теплых. И, конечно, вот хорошее анималистическое искусство. Вот, настоящее, не просто, как бывают котики, а это серьезная, вдумчивая работа. Портрет, да. Да. Одиночество. Работа Натальи Либман. Ну, вот я могу сказать, что эта работа тоже произвела на меня очень большое впечатление, потому что здесь художник поставил перед собой сложную задачу. С одной стороны, это натюрморт, с другой стороны, здесь кусок интерьера, да, у нас есть. Но в целом все равно здесь есть заложенная идея, мысль, да. Вот это одиночество, название, оно очень хорошо сюда подходит. И представляется нам, зрителям, додумать, да, дофантазировать, кто же здесь был, да, что за человек здесь сидел, почему вот одиночество, почему вот это вот именно такое вот выбрано названием автором. Ну, и, конечно, ну, что приходит на ум, что, наверное, скорее всего, это где-то в кафе, да, что-то происходило, и вот человек зашел с какими-то своими мыслями в каком-то таком вот именно действительно одиноком состоянии, поэтому один стакан, и как-то вот довоображать, что за своим человеком. Можно целую историю придумать. И в этом плане эта работа, конечно, интересна вот именно тем, что не просто предметы, не просто какая-то композиция с понравившихся каких-то цветов, пятен, а именно, что вот здесь заложена такая мысль, идея. Да, есть в этой работе настроение. У меня вот она навеяла впечатление от Эдварда Хоппера, какие-то такие вот городские пейзажи, городские работы с настроением одного человека в большом городе. Вот как-то так у меня к этой работе тоже такое необычное настроение. Соглашусь. Мусильда. В работе Александра, конечно, меня как владельца двух собак не оставило равнодушным. Потрясающий портрет анималистический, эти глаза. Это вот ловко пойманный тот самый нюанс, когда вот собаку спит, да, и она резко как-то ее окликаешь, она просыпается. Вот этот вот такой немножко осторожно, чуть-чуть испуганный взгляд какой-то выглядывающий очень точно здесь пойман. И мне понравилась, как решена работа композиционная по пятнам, да, что вот этот черный такой конус, который как-то вливается, ну, не конус, неправильно говорю, пятно, вот в такую вот горчичность со сложными какими-то бирюзовыми вот этими переходами, хорошо прямо вот оттеняет. И эти желтые брови, как и цвет фона, как-то вот все, вот интересная работа, действительно здорово получилось. Ну, и, конечно, абсолютно точно, идеально, какой-то свачий характер, именно этот момент. У меня прям по работе Александра, это действительно полноценный анималистический портрет получился. Да, и тоже как у владельца кошки и собаки, мне тоже эта работа так поразила точно уловленным таким собачьим взглядом. Вот что-то мимолетное, что-то очень точное и с большой такой любовью она сделана. Вроде бы и простая работа, но неожиданное решение все-таки вот так крупно собака фрагментарная, без лишнего, без каких-то излишних деталей все сделано. Очень живо. Живая там. Ольга Мухина, Чайпитие с Ангелом. С Решимом Ангелом. Работа очень легкая, очень светлая. Как-то вот сразу она произвела впечатление, что такое какое-то состояние, вот именно нежное, такая в хорошем смысле женская работа, женская живопись. Не в том плане, как это говорят, в каком-то критикующем, а именно вот в хорошем смысле. И она такая утонченная, легкая. Мне понравилось такое интересное тоже композиционное решение, смелый обрез букета, смелый обрез подноса с чашками. Какая-то вот такая вот, она действительно вот воздушная, летящая. Да, и мне тоже эта работа очень понравилась. Она, в ней есть что-то неуловимое, и это хорошая живопись. На тонких отношениях, с какими-то нюансами, вот эти вот лепесточки, упавшие в чашки, все очень трогательное, нежное. Вот, тоже для себя отметил эту работу. Легко и с мастерством выполнено, вот тоже поздравляю и благодарю художника за то, что очень всех порадовало. У меня, к сожалению, не читается автор. Анна Ставинская, автор. Замечательный, совершенно волшебный портрет. Он меня как бы вот не оставил равнодушный, смотря на то, что у меня академическое образование. И здесь, наверное, если придираться, можно найти какие-то шероховатости с точки зрения анатомии, но мне очень понравилось состояние. Вот действительно тишина, действительно какое-то умиротворение, покой. И вот это какая-то аура, что лицо у девушки светится, как это все точно вот в тоне все выбрано. И действительно, как бы, несмотря на то, что работа темная, такая вот, больше темных тонов, но, тем не менее, вот есть вот этот какой-то внутренний свет. И вот этот свет распределяется на прядях волос, вот это ушко, краешек, это все так трогательно, с такой любовью, и чувствуется, что автор действительно проникся сюжетом. И вот всю красоту нам сумел показать. Прекрасная работа. Да, согласен. Тоже ассоциации с историей искусства, Жорж де Латур, вот эти портреты 17 века со свечами в темноте. Есть загадка в работе, а когда загадка есть в работе, это всегда привлекает. И, наверное, в этом есть искусство создавать какое-то ощущение тайны. И оно, конечно, присутствует в этой работе. Соглашусь, да. Жемчужные... Сережки. Жемчужные сережки Елена Магаршак, автор. Это портрет, и, конечно, он с таким легким чувством юмора. Мне, конечно, такие вещи очень импонируют лично, поэтому здесь выбор субъективный. И я считаю, что Елена прекрасно провела параллель между жемчужными сережками Вермиера и самой барышней, которую мы тут видим, да, женщины в образе в шале. И это все мастерски написано. И, конечно, прекрасно передано состояние кожи, волос, вот этот сам образ руки как вылеплены. Действительно здорово. И очень такая живая работа получилась с таким каким-то вот подходом, тем, что даже вот лицо вот женщины, которая вот в возрасте, да, вот оно красивое, оно тоже каким-то таким волшебным светом озарено. И здесь вот вызывает уважение к мастерству автора, к какому-то такому подходу творческому. Не совсем я, может быть, соглашусь с таким решительным обрезом мужчины на дальнем плане. Может быть, его можно было бы от него отказаться. Но, тем не менее, вот как обыгран образ, как вот это вот все передано, что, да, вот как бы люди смотрят только на Вермеер, они замечают, что и человек тоже живой, вот он красив по-своему. Но вот автор это сумел увидеть. Это, конечно, интересно очень. Всегда такие вещи со многими смыслами, когда все вот складывается в такую вот картину. Да, здесь вот привлекает в этой работе как раз ее рассказ, то, что по-хорошему такая литературность в работе присутствует. И мастерское решение, конечно, столько деталей в работе сложно. Это шаль вся прорисованная. Ну и руки замечательного пожилого человека очень с любовью сделаны. Вот. И улыбка такая, очень теплая работа. Да, соглашусь. Абрамцева Март, Мария Мухина. Да. Ну вот этот пейзажик, такой вот он легкий, какой-то небольшой по размеру, насколько я еще понимаю, 25 на 25 сантиметров. Меня поразил абсолютно идеальной точностью попадания в тон. Да, вот действительно, как все есть в природе. Вот это небо, вот этот снег легкий, голубой, без пережимов. Вот настолько деликатно автор сумела именно идеально попасть в отношения. И смотришь, и сам стоишь, ощущаешь себя посреди этого заснеженного поля, вот этот вот холод, который обжигает щеки. И так легко как-то вот свежо сделаны эти деревья наверху, композиционно расположены, уходящие такие немножко вдаль. И как это все технически выполнено без каких-то вот перегрузов. И понимаешь, что вот минимальными средствами достигнут максимальный эффект вот этой реалистичности, что веришь, вот действительно как бы смотришь на эту работу, абсолютно идеально попадание. И здесь, конечно, прекрасный мотив, композиционно тоже интересное решение, необычное, да, такое, не классическое, что много-много вот этого холодного снега внизу. Но действительно веришь, что это март месяц, так оно и есть. Да, тоже я эту работу для себя отмечал. Замечательное Грицай бы одобрил, я бы так сказал, потому что в таких хороших колористических традициях русской живописной школы, она сделана, ничего лишнего, ничего не вылетает из работы, нигде не свистит. Все очень-очень поймано состояние, попадание в тоне, в цвете, травинки на переднем плане, вот эти вот в правом нижнем углу, все работает, они держат вот это большое белое пятно, что отличная работа, поздравляем автора, и ждем новых работ, может быть, больших работ уже, так же решенных классно по живописи. Так, спрей Васильковой, Елизавета Паленкова. Это работа, конечно, это такое олицетворение лета, вот этот сумасшедший взрыв какой-то эмоциональный, этих синих Васильков, по цвету она интересная, как-то такая вот лихая, здорово так технически выполнена, что видны штрихи, какие-то вот пятна и линии, всегда мы говорим, да, что в пастели у нас и линии, штрих, пятно, и вот здесь это как раз все присутствует. И без вот этой, в плохом смысле, замученности, когда вырисовывают буквально каждую-каждую мелочь, здесь все равно узнается, что это Васильки, то есть бесспорно абсолютно вариант. И, конечно, работа поразила вот этой какой-то энергией изнутри бьющей ключом и каким-то таким эмоциональным взрывом, и для меня это вот такое лето, вот такое вот оно яркое, насыщенное, сочное, когда синий цвет в полную силу, и вот зеленая зелень, она вот именно такая, и работа действительно как-то вот в хорошем смысле слова, на нее смотришь, и настроение улучшается, как-то сам от нее заряжаешься, и хочется творить, вдохновляешься, и как-то вот с этой вот такой, действительно чувствуется, вот что автор вложил много какой-то хорошей энергетики, это всегда очень как-то вот, ну сразу вот выделяешь такую работу из общего ряда. И эта работа, конечно, этим сильно отличается. Да, и воздух, свет есть в работе, вот действительно спрей, такой взрывом не назовешь, а такое вот что-то витающее в воздухе, тоже мне эта работа понравилась, вот эти оттенки от каких-то ярких синих к сложным, множество оттенков синего, такая прекрасная работа, очень поднимающее настроение летнее. Лилия Белоусова, когда цвела слива. Замечательный совершенно детский портретик. Здесь автор себе выбрал еще сложную задачу, потому что лицо через сетку сачка, это, конечно, необычное решение, но очень здорово человек справился, и прекрасная получилась работа. Портрет вообще жанр очень непростой, и особенно детей рисовать это совсем непросто, потому что и пропорции другие, и цвет оттенок кожи, конечно же, другой отличается от взрослых людей. Но вот я считаю, что Лизавета, ой, извините, Лизавета прекрасно справилась, потому что и мальчик такой какой-то живой получился, и вот эти волосы, как хорошо переданы материальность, и кожа, и это солнце, ощущение, что ребенок вот прямо на жаре сидит, ловит этих сверчков или бабочек кого-то там. Действительно, живой момент как-то, он очень пойман, интересно, необычно, и по цвету работы тоже такое лето, хорошее, живое, и, повторюсь, жанр портрета очень непростой, но я считаю, что автор прекрасно справился, и работа получилась такая живая какая-то, чувствуется, что, скорее всего, с любовью, с большой, потому что, видимо, своего ребенка изображал художник. Ну вот я считаю, что работа получилась на славу. Да, и очень сложное, конечно, решение через сачок лицо нарисовать, и тени от сачка на руках. Технически очень сложная работа, волосы как прекрасно нарисованы. Да, тоже и летняя, и очень добрая, и очень душевная работа. Спасибо, Лилия. Наталья Дельнецкая. Зайцы любят пышные юбки. Ну вот у нас второй портрет, детский портрет подряд, который получился в подборке, но неспроста, потому что я все равно убеждена, что самый сложный жанр, это, конечно же, портреты, групповые какие-то, композиции многофигурные. И вот опять тоже автор прекрасно справился, чувствуется, что это тоже с любовью, с большой написанной работой. Живые мазки, жреха, это какая-то пастель, вот чувствуются эти штрихи боковые мелком. И как-то вот автор сумела найти баланс между какой-то вот такой петюностью, при этом сделанностью, что видно, что проработана и прическа, проработанное лицо, и есть вот это вот какое-то настроение у ребенка, которое позирует уже немножко, видимо, чуть-чуть устал или как-то. Ну, это вот есть такое легкое ощущение, что как-то с каким-то своим настроением работа выполнена. По колориту интересно, да, какое вот сиреневое одеяние у зайца, как оно лихо перекликается с оттенком фона, как это все работает, вот эти тонкие противоположные цвета, как сиреневое распределяется потом в тенях. Интересно, в общем, мне было интересно рассматривать эту работу. И, конечно же, как выполнен сам портрет, само лицо, кожа, особенно вот именно передан взгляд детский. Очень здорово. Хорошая работа, крепкая, серьезная, сильная, при этом очень такая какая-то живая, то есть в ней вот есть вот эта вот легкость исполнения. Да, согласен. Работа сложная, очень красивая, импрессионистичная. Сколько оттенков в платье, сколько оттенков в лице, рефлексы какие холодные от платья на лице. Здорово. И формат 40 на 30 в таком маленьком формате так детально нарисовать портрет, это очень сложно. Прекрасная работа. Наталья, спасибо за такую прекрасную живопись. И вот, да, вот все наши авторы. Поздравляем автора, поздравляем нас всех с этой выставкой. И Мария, спасибо огромное, спасибо за эфир, спасибо за судейство. Увидимся на выставке. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. И я очень надеюсь, что те, кого я не отметила, не расстроятся, потому что все понимают, что работ можно было выбрать всего 10. Я постаралась максимально разные работы отметить. И все понимают, что выбор каждого художника это субъективный выбор. Поэтому, пожалуйста, кого не отметила, не расстраивайтесь. Другие судьи, скорее всего, вас тоже отметят. Спасибо вам большое, Влад. Творческих всем успехов. Творческих успехов. Рисуйте пастелью. Обязательно. Ждем вас на выставках.